О, какая стружка хорошая. Пахнет, это что не вангард-то? Все, стой, снимай. Сейчас я вам покажу, как завести двух лошадей одновременно. Лень двигатель прогресса, поэтому заводим сразу двоих. Но надо, чтобы лошади дружили между собой, или хотя бы в денеках соседних стояли, так, чтобы, если вы поведете двоих сразу, не было конфликта, и вы не попали в такую ситуацию, что побали между ними под раздачу. Ну и относительно лошади должны быть воспитаны и не конфликтны обязательно. Жеребец кобыла нельзя. Это, естественно, можно мерен-мерен. Мерен кобыла, кобыла-кобыла. Все, пойдемте, покажу. Бывает такая необходимость, что нужно заводить лошадей сразу двоих одновременно. И, естественно, не забываем, что лошади должны быть обучены хорошо ходить в руках. Как с левой, так и с правой стороны. Потому что кто-то пойдет справа от вас, а кто-то пойдет слева от вас. В принципе, со временем выходит такое построение, что один всегда ходит с одной стороны, другой ходит с другой стороны. Вот мальта с куклой ходит. Мальта справа, кукла слева. Я вам показываю. Даже у каждого свой отдельный чомбур. Например, в леваде мальта конфликтует с куклой из-за сена. Отгоняет куклу. Все время бьется задом. Все время как-то старается ее притеснить. Ну, а при хождении в руках она очень хорошо к ней относится. То есть, тоже такие варианты нужно учитывать. Потому что мальта все время умудряется в кого-то прицелиться задом, отбить как-то. Ну, то есть, лошадь достаточно такая, бьющая задом, можно сказать. Первую цепляем головную. Это у нас мальта будет. Мальта отвлеклась на камеру. Скажи, что это? Кто это? Зацепляем. Мальта идет в правой руке. Чомбура на руки не наматываем. И нигде, и никак. Кукла, пошли. Кукла, иди сюда. Можно взять с собой вкусняшку и вторую лошадь приманить. Иди, иди. Ну, ты что, не хочешь пойти домой? Мы идем домой. Повернись сюда. Так, смотрим. Ни на какие, ни на шеи. Ни на какие, ни на руки. Ни на ноги. Чомбура не должны быть. Если две лошади пойдут, вы пойдете вместе с ними. Остановились. Разобрали веревки. Мы будем проходить в ворота конюшня. Вот там вы поймете, почему мне надо с этой руки будет выпускать лошадь. Отпускать ей длиннее чомбур. И даже сейчас мы будем выходить. Мы же не пройдем в этот маленький проем сразу втроем. Правильно? Мы должны пройти поочередно. Поэтому головные идут первым. Опять же, это со временем все. Головная выходит. И не забываем проход расширить. Тут даже я мало открыла. Все, и мы пошли. Мы идем спокойно. Никаких бежать. Если кто-то обгоняет, например, вот подтаскивает, мы делаем остановку. Просим осадить. Как-то привлекаем внимание, чтобы лошадь... Потому что она разогналась, разогналась. И дальше потянет вас двоих. Либо ее придется отпустить. Поэтому стараемся идти как в вашем режиме, в комфортных. То есть мы под лошадь не подстраиваемся. Лошадь должна подстроиться под человека. И идти с той скоростью, с которой нужно. Я вот стой. Я вот, например, мальта боится. Я ее блокирую рукой. Она все время побаивается вот этих ворот. И я внимательно убираю свои ноги. И блокирую ее своим локтем. Чтобы она не напирала на меня. Плечом не поддавливала. Шла на нормальном, безопасном расстоянии. Давай, я тебя пропущу. Иди, становись. Иди, иди туда. Можно сбоку, ближе к лестнице. Мы придем, остановимся. Я покажу, что вот проход. А что я кричу, ты меня слышишь? И опять же, смотрим внимательно. На проходы. Потому что первым пойдет. А вот теперь я буду выпускать чомбур. Потому что кукла пойдет последняя. Пошли. Ну, иди, обгоняй. Да, как раз будет. Во вторые ворота проходи. Вот так пропускаем мальта первая. Я. У меня должно быть расстояние. Опять мальта. И кукла уже сзади идет. Идем мы к денекам. Обеих лошадей останавливаем. Открываем денек. Желательно заранее было приготовить денек. Чтобы он был сразу открытым. Отстегиваю чомбур, чтобы лошадь не наступила, не запуталась, не порвала ни доуздок в денеке. Она умеет сама заходить. Так лошадей нежелательно запускать. Потому что человек должен зайти вместе с лошадью. Но кукла воспитана, поэтому ее можно и так запустить. Запускаем. Потихоньку, шагом закрываем. И не забываем лошадям говорить стоять. Если мы лошадь останавливаем, чтобы лошадь что-то подождала. То есть мы вот пришли с лошадью к денеку. Говорим ей стоять. Можно в принципе эту лошадь, так как я уже с одной лошадью прямо в проходе раздеть. Мы с Вугола пришли. Уже на вечер заводим лошадей. Поэтому можно прямо вот так раздеть. А куклу я уже буду отдельно раздевать в денеке. То есть и сниму с нее недолздок. И попону тоже в денеке. То есть полностью лошадь раздеваем. Вот у нас тут недавно была ситуация, когда я прошла с двумя лошадьми. А Катя со своей лошадью, с белкой стояла. И вот я решила, они в принципе стояли под стеной. Безопасно пройти. Я прикрыта куклой. Но нас тормознул конюх и нам пришлось остановиться. Естественно лошадь, белка возмутилась и отбила задом. То есть когда вы проходите мимо чего-то, не останавливаемся. Чтобы не было конфликтных ситуаций. Лучше двигаться вперед, проходить. Тогда лошади не успевают подраться. Вот, все, мы заходим с мальтой к ней домой. Разворачиваю лошадь. Вот здесь я уже правильно, да, я зашла в правый дальний угол, развернула лошадь, поставила ее лицом сюда. Мальта дерется, поэтому сзади лучше не попадать у этой лошади. И вот так я, да, снимаю недолздок и выхожу спокойно. То есть я не получу от нее никаких сюрпризов. Не закрывай. А мы у нас нету, да, такого? Так, ну, всем пока. Ты выключила? Так, ну, всем пока. Так. 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 Так.